Игумена Феодосия Игумен Феодосия Никто его священнического сана не лишал Никто его не расстригал То есть это рукоположенный священник Возведенный в сан Игумена По всем правилам каноническим И никто его этого не лишал Просто есть какое-то решение Секретариата Патриархии Исключить его из ревну Ну да, да, да Есть много, дело в том, что они Наверняка будут принимать документы Там разные Будут, могут там что хотеть лишать И что хотеть наказывать Но это уже другая совершенно тема И Христа много чего лишали И признали И Иоанна Златоуста И много Так что пусть они с ними С батюшкой мы можем иногда поговорить На те темы, которые Простые наши священники просто не сочтут Нужно обсуждать, потому что Ну, откровенно боятся Боятся каких-то решений Вот таких вот Организационных, структурных Что их там сместят, переместят Это всегда можно понять Мы сегодня решили поговорить На тему, которая прошла у нас так Месяц-два назад И как бы ее замолчали Ну и хорошо, потому что мы Имели возможность осмыслить Обдумать, последить за текущей ситуацией Месяц-месяц прошел, да Это отказ нашей русской православной церкви Отказ нашего патриархата Участвовать во всемирном соборе Православном Что это такое? Пару буквально слов Значит, этот всемирный так называемый собор Ожидался очень много лет Так как наш народ Русский народ исторически Очень эсхатологически мыслящий В ожидании, так сказать, конца мира Ну это всегда так было То есть любой верующий человек Занимающийся там Какими-то богословскими книгами И так далее Он сразу сталкивается с этими вещами С откровением Иоанна Пророка И расшифровкой его и так далее Поэтому вот этот вот собор Многие миряне Многие православные патриоты Просто люди думающие Связывали с некоторыми проблемами Которые именно обозначены Вот в этой теме И называли этот собор волчьим Антихристовым и так далее То есть было очень много моментов Связанных с тем, что многие опасались Что же произойдет, когда произойдет этот собор И вот сегодня интересно В связи с чем отказался патриархат от участия В связи с тем, что русские православные Мыслящие люди опасались этого собора Или в связи с какими-то другими политическими мотивами С удовольствием передаю слово батюшке Как самому, я считаю, в нашем городе Грамотнейшему богослову Спасибо, огромное спасибо Приветствую наших зрителей И постараюсь от души искренним быть И объективным в этом вопросе Дело в том, что нам необходимо Прежде чем отправиться в это плавание Ну так как бы образно говоря Некий своеобразный духовно-исторический компас Мы должны посмотреть, как, что и каким образом происходило И в эпоху соборов, и в период, когда они закончились И в нынешние времена Ну, во-первых, мы должны отметить то, что больше Получается больше 1300 лет Ну, может быть, чуть меньше там 1200 лет Соборы не проводились таким образом Возникли они, как внутренняя духовная необходимость церкви Для того, чтобы бороться с новыми различными учениями Поскольку, я не буду называть их ересами Потому что это глупость Это такое мракобесие средневековое Это просто различные богословские мнения Которые всегда имели место быть среди людей Почему? Ну, после грехопадения Человеческий разум стал слабее гораздо, чем был в раю Слабый разум человеческий И человеку свойственно забывать Человеку свойственно сомневаться Ошибаться и прочее, прочее, прочее И поэтому, что же произошло? Произошла такая интересная вещь Что в разных частях империи Люди стали высказывать разные мнения Византийской большой империи И всей вот, будем римской говорить даже Империи, да И одни говорили немножко так о Христе Немножко эдак И получалось так, что к общему мнению Прийти было невозможно А греки любили собрания Они любили, как с древности Собираться на берегу моря Брать в рот камушки Перекрикивать шум волн Они любили очень различных проповедников И людей, которые выступали перед разными там Сенатами, ариапагами И прочими различными собраниями И поэтому они продолжили это и в церковной жизни Но причем это как получилось? Это собор, это не рождение церковное Это мысль власти То есть к этому пришли первые римские императоры И вы должны знать ответственно и хорошо Что первый вселенский собор создан По решению императора Константина Потому что возня такая, будем говорить Мелкая, властная между духовенством Она не позволяла прийти к общему мнению И он понял, что для того, чтобы как-то более-менее Во всей империи было единомыслие Необходимо собрать такой собор И это было одним осуществлено И вот именно это Положилось основой соборов Именно императоры созывали все Вселенские соборы Вот именно это и стало определенной проблемой сейчас Потому что императоров нет И созывать традиционно эти соборы Некому Нету такой основы И потом стал это делать Как бы на эту роль стал претендовать Так называемый вселенский патриарх Варфоломей Который носит такой Там себе присвоил сам такой титул Своим синодом И он, этот вселенский патриарх Константинопольский Да, Константинопольский Да, Стамбульский, Константинопольский Он присвоил себе это давно уже звание И вот сейчас собрание это То есть этот собор, этот съезд Он как бы созывал И это было большим Таким перепоной Большой в совещаниях архиереев Они долго спорили Потому что получается, что это дает Патриарху Варфоломею Право созывать вселенские соборы Что он получает такое право Которого никогда не имел Ну прецедент такой появился Что он теперь созывает вселенские соборы Второй, это такой первый акцент Вы поняли как бы что Исторически Второй вопрос Тысячу триста лет Это все не проводилось А зачем оно нужно? Какова идея? Какова цель? Более конкурентно способны Сделать церковь в мире Заявить какие-то свои Богословские взгляды Оспорить с инославными Либо просто это тренд моды Так войти, как все собираются Ну и мы давайте соберемся Логически какие действия? Раньше это все было очень просто Возникало какое-то спорное Богословское учение И по этому поводу собирались А сейчас, ну давайте соберемся Ну послужим вместе Закусим, выпьем Для этого не надо собор объявлять Можно и так спокойно съехаться Поесть, поспать, позагорать Поругаться, даже подраться Можно без всяких Соборных постановлений Поэтому, ну как бы непонятна Логика этого собрания Какую проблему оно решает И я думаю, что скорее всего Вот если взглянуть так Ну попытаться аналитическим Подойти с аналитической точки зрения То, я думаю, решалось две проблемы Во-первых, чтобы утвердить Вот эту роль Константинопольского патриарха Как человека, имеющего право Собирать вселенские соборы И вторая вещь Это утвердить Идею, мысль Что этот собор Как бы постоянно продолжается Не прекращается То есть Сделать этот орган Постоянно действующим Чтобы патриарх вселенский Имел возможность Решать свои какие-то проблемы Своим кухонным Секретарям порядки Не прибегая К постоянным спорам Со всей Такой полнотой Церковной Со всеми Вселенской полнотой Да, да И Воспринимать Здесь Еще одна Грандиозная ошибка Она заключается в том Что воспринимать То, что архиереи Съехались И там что-то Не написали на бумаге Воспринимать это как Соборность церковная Но это глупость Соборность церковная Заключается В единомыслии В любви В исполнении Заповедей Христовых В чтении Истин Священного Писания Во взаимопонимании В скромности В единстве Духа В литургии В богослужении Это заключается Вот Это и есть Соборность Но нас Упорно Уверенно Тянут к тому Что если Собралось Там 10-20-30 Архиереев И они Значит это Собор Это и есть Соборность Это не есть Соборность Это и есть Ну как Планерка Заседание Там я не знаю Правление Директоров И прочее Ничем Не отличается От этого Если Там Начинать Опять Раньше Любили писать Изволився Духу Святому И нам То есть Что там Дух Святой Присутствовал И принял Это решение Но извините Меня Нам известны Такие Преступные Решения Соборов Которые Никак Не могут К Богу Иметь Никакого Отношения Просто Показывают Человеческую Жадность Ненависть Глупость И зависть Но там Тоже писали Что там Тоже Присутствовал Бог А пример Вы сегодня Произнесли Фразу Волчий Собор Это уже Не первый раз Такая история Волчий Собор Был Над Иоанном Златоустым Которым Тоже Собрались Там Все Архиереи С области И благополучно Осудили Его На смертную Казнь Иоанна Златоустого Об этом Не любят Особо Говорить Так Позорно Говорить Об этом Но этот Собор Тоже Назывался Волчим И таких Соборов Было Много Много Которые На самом Деле Потом Отменялись И прочее И прочее И прочее Было Много Таких Соборов Но После Того Как бы Этот Собор Вообще Нельзя Считать Восьмым Потому Что Понимаете Как Проблема В чем Заключается В том Что Кто Может Назвать Собор Вселенским Самим Себя Называть Вселенским Собором Ну Как-то Не в Тему Потому Что Скажут Они Много Ли Вы О себе Думаете Поэтому Как Делали В древности Последующий Собор Объявлял Предыдущий Вселенским И подтверждал Да Вот Мудрые Наши Отцы Собрались И решили Такие Важные Вопросы Мы Подтверждаем Этот Собор И называем Он Святым И Вселенским И Поэтому После Седьмого Вселенского Собора Был Восьмой Вселенский Собор И Даже Девятый Был Собор Но Они В связи Со Всякими Отсутствием Сначала Католиков Потом С разными Передрязгами Кто-то Признал Кто-то Не Признал И У Католиков Получилось Так Что У них Уже Больше Соборов Они Признали Там Какие-то Вселенские Соборы Восточные А у Нас Меньше Потому Что У нас Была В это Время Допустим Какая-то Война Что-то Еще Происходило События Помешавшие Этому Собору И Поэтому Получается Что Вот Это Собрание И Совещание Либо Девятое Либо Десятое И Вот Мне Казалось Что Главным Что Должно Быть Это Подтверждение Вот Тех Древних Канонов И Тех Соборов Которые Мы Не Успели Подтвердить Сказать Что Мы И И Вот Решение Собора Там Восьмого И Девятого Собора Посмотрите У них Все У греков Там Все Сохраняется Все Протоколы Решения Все Это Есть Подтвердить И Доказать Свою Преемственность То Что Мы Дальше Продолжаем Вот Этот Духовный Путь Ни Одного Слова Об Этому Это Надо Почему Понимаете Как Надо Объяснить Людям И Показать Что Мы Не Метеорит Который Да Упал Этот Метеорит Прилетел А Что Вот Эта Цепь Мы Как бы Хотим Продолжить Цепь Этих Соборов Либо Тогда Просто Заявить Что Соборы Нам Больше Не Нужны И Переходим К Другому Формату Ну То Будем По Другому Решать Наши Какие-то Внутренние Общие Проблемы Иначе Никак Получается Мы Либо Продолжаем Эту Цепочку Либо Не Продолжаем Ее Больше И Нет Других Вариантов Можно Два Слова Значит Еще Одно В моем Понимании Как Несколько Дилетантов Богословия Но Все Таки Решение Тех Предыдущих Соборов Привели В конечном Итоге К Символу Веры Нет 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 А нет Совершенно Не Так Жень Это Наоборот Первые Соборы Привели К Созданию Символа Веры Первым И Втором Вселенском Собор Последующий Подтвердили Он разделяется Как бы на Две части Символ Веры Первая часть Боге Отце И О Христе Она была принята На Первом Вселенском Соборе А на Втором Вселенском Соборе В связи с ересью Македония Который Говорил Что Дух Святой Не Бог Приняли Вот оставшую Часть И в Духа Святаго Господа Животворящего Иже от Отца Исходящего Иже с Отцем И Сыдом То есть Вот эта Последняя Заключительная Часть Она на Втором Вселенском Соборе Была принята Дальнейшие Соборы Решали Ереси Сначала Нестерианство Потом Монофилитство Монофизитство Потом Различные Междусобойные Происшествия Иконоборчество И подтверждали Предыдущие Раз Все Вот эти Соборы Я сам Очень Так Серьезно Последнее Время Этим Занялся Несколько Раз Они подтверждали Этот символ Веры То есть Через 100 Через 200 Через 300 Они Всегда На основании Я к чему В чем Было Опасение Православных Людей В том Что Если Этот Собор Объявляет Себя Вселенским То Он Может Внести Какие То Изменения Символ Веры Вот В чем Ну Это Такое Знаете Это Как Б Ну Почему Называли Антихос Нет 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 Я Поверьте Здесь Даже Вот Я Перейду Более Так Налиться Перейду Здесь Даже Не О чем Думать Какой Все Правит Жадность Властолюбие И прочее Все Остальное Какой Там Символ Веры Вот То Что Интересно Что Как Они Не Ну Предуприемственность Особо На нее Не Обращали Внимание Говорит Что Оно Должно Решать Не Духовный Вопрос А Современные Личные Какие-то Там Амбиции Патриархов И прочее Все Остальное Вы Понимаете Как Ничего Не Могло Произойти Почему Потому Что Заранее Там Еще За год За полгода До встречи Все Собрались И Было Принято Количество Вопросов Конкретно Какие Вопросы Будут Обсуждаться Все Остальное Было Запрещено Вот Другие Вопросы Нет Вот Это Вот Это Вот Это И Вот Это Все Больше Ничего Не Будет Поэтому Это Так Не Бывает На Соборах Представляете Вот Мы Конкретно Допустим Свадьба Представьте Свадьба Перед Которой Мы Заранее Обсуждаем Кого Будем И Как Бить Причем Чем И В Как Телесных Повреждениях Заранее Все Ну Понятно Что Есть Какие-то Церковные Вопросы Там Нужные Все Но Извините Меня Есть И Другие Болезненные Вопросы Которые Тоже Требуют Решения А это Мы молчим Это Про Это Мы Не Говорим Это Знаете Это Как Это Насилие Это Неправильный Подход Знаете Что Это Это Насилие Над Свободой Мысли Это Насилие Над Свободой Молитвой Это Насилие Над Человеческим Разумом Потому Что Уже Заранее Все Вот Эти Вопросы Мы Обсуждаем Эти Вопросы Не Обсуждаем Это Говорит О том Что Мы Многого Боимся Причем Боимся Своей Собственной Пасты Боимся Друг Друга А вдруг Вы Ударите По Голове Чайником Или Зададите Мне Какой Нибудь Неудобный Вопрос Духовный А я На него Не Могу Ответить И Все И Рухнет Тут И Мы Будем Некрасиво Выглядеть А как На нас Люди Посмотрят Извините Пожалуйста Мы Очень Некрасиво Выглядели В начале Первого века Воспринимали Как христианскую Секту Какую-то Еврейскую Которая Нахлынула В Рим Принесла Свои Порядки И что-то Это никого Особо Не волновало То, что Смеялись Над христианами Рисовали Ослов Там Всяких На кресте Распятых И прочее Все остальное И это Никого Христиане От этого Не Плакали По этому Поводу А сейчас Мы всего Боимся И всего Острашаемся Ну Недаром Митрополит Иларион Очень подробно Перед этим Все объяснял Какие будут Вопросы Решаться Что Очень Подробно Он как бы Оправдывался Тем Что ничего Другого Произойти Не может Ну да Это специально Наверное Для того Еще как бы Оправдывается Чтобы избежать Церковного Раскола Мы очень Склонны К церковным Расколам И Чтобы вот Этого Избежать Видимо Придумали Как-то так Заранее Ограничить Чтобы острые Вопросы Не привели К скандалам Вот я что Думаю Но Это как бы Вот мы Такую с вами Затронули Эту тему Теперь дальше Это первая Была Теперь вторая Значит Здесь Я может быть Открою вам Куки Может вы знаете Но я открою Может быть Какие-то Новые Исторические Факты Вам Будет Интересно Значит Ни одного Богословского Вопроса Собор Не затронул Вообще Вот который 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 Прошел Никакого Ни о Христе Ни о Богородице Ничего Это вопросы Были только О взаимоотношениях Между собой Тогда поясните Когда он прошел Все-таки А вот на Троицу На Троицу На Троицу Да Они собрались Чуть раньше Троицы Провели там Заседание Потом служили Литургией И на следующий день Продолжили Заседание Собора Затронули вопросы Внутренних Взаимоотношений Взаимоотношений Между церквями И Взаимоотношений Церкви и мира Все Ни о Христе Ни о Божьей Матери Ни там об ангелах Ни о святых Вообще Ни одного слова не было Все Только О том Кто первый будет сидеть Кто второй Кто третий Это самая главная Была драка Среди всех Кто самый главный Кто поменьше Главнее Какая глава У Змея Горыныча Первая Какая вторая Какая третья На первый Второй Рассчитаюсь Вот это они Рассчитались Второй момент Было главное Обращено О том Что значит Ну Церковь Едина Это не куча Там разных Автокефальных Церквей А все равно Это одна Церковь Божия И она Ну как бы На каждом месте Свидетельствует Христа Где находится Там в своей стране В своей земле Обсудили Некоторые вопросы Касающиеся Кто может Там представлять Автокефалию Кто не может Представлять Автокефалию Но так и тоже Не пришли К единому мнению Кстати Многие Ну не многие Несколько епископов Не подписало решение Даже присутствовавших Там Было как сделано От каждой Церкви Приехало 20 делегатов Но эти делегаты Не имели Права голоса То есть Они просто Создали Такую Ну чтобы кто-то Там сидели Архиереи В зале А голоса Имели только Вот Руководители Этих групп То есть Они проголосовали Вот как 15 поместных церквей А те все остальные архиереи Они как бы Не голосовали За эти вопросы В зале В церкви Да Кроме того Не приехали сербы Они приехали Но как бы Так Как соглядатые Не участвовать В соборе А так Наглядать Но в конце концов Они подписали Сербы Решение Да Хотя объявили Там что не приедем Но подписали Причем Получилось так Как Отсутствовал Артиохийский патриарх И грузинский патриарх И наш И болгарский И болгарский Ну да И болгарский Точно отсутствовали Да И что получилось Получилось Что сербский патриарх Стал четвертым А должен был там шестым быть Вот Ну и за ругань Антиохии И Александрия Не приехали на собор Причем Вот вы поймете Все Они ругаются За один приход В Катаре За один храм И поэтому Они не приехали На этот собор Да То есть это говорит о том Что это никому не нужно Что для них вот этот храм С деньгами важнее Чем все эти вселенские проблемы Вот Теперь Почему же наши Не поехали Дело в том Что За эти Тысячу тридцать лет Триста лет Мы Очень удалились Друг от друга Говорят Говорят Что мы от католиков Там удалились И мы удалились И друг от друга Очень сильно У нас исчезла практика Духовных соборов И духовных совещаний И теперь Каждый настолько Стал сильно Автокефален Что мы разучились Друг с другом Разговаривать Мы поняли Что мы А зачем разговаривать Когда можно и не разговаривать То есть Вот пришел к вам Какой-то проситель А вам некогда Но на него же Гораздо легче плюнуть Чем заниматься Его решением Решением его проблем И поэтому Получилась такая вещь Что вот сейчас Русская православная церковь Она очень большая Хотя На самом деле Очень сложно Об этом рассуждать И говорить Почему? Потому что Вот тот же самый Патриарх Варфоломей Вселенский Умудрился Взять контроль Будучи маленькой Раздавленной церковью Но Умудрился взять Контроль Над многими Находящимися В России Что такое? В Австралии В Америке В Европе Даже В многих государствах И он Как бы Стал Их Они входят В Константинополь Люди В Константинопольский Патриархат И благодаря этому Там сотни Сотни Епископов То есть По размерам Может быть По площади Не сопоставимо С Россией Конечно Потому что Даже то Что осталось От Советского Союза И то Это Огромные территории И все равно Они с православными Традициями Но все-таки Константинопольский Патриарх Конечно Вот по объему По присутствию В разных частях Света Он Очень-очень Очень Значителен Поэтому Говорить о том Что мы такие Самые большие Тоже сложно Ну и вот Я думаю Что скорее всего Не поехали По одной причине Первая И самая главная Причина Это то Что Мы хотим Своей Особенности Вот нашей Именно русской Церкви Русской Православной И она Уже много Давно говорилось Третий Рим Вот значит Должна занимать Первостепенную И первозначительную Роль Пренебрежение К древним Всяким Антиохийцам Антиалександрийцам Там Иерусалимцам И Константинопольцам Ну Они всегда У нас Последние Тысячу лет Они занимались Только тем Что они Приезжали сюда Попрошайничать И вывозили Отсюда Сундуки С золотом Причем Взамен за то Что дали Там например Патриарху Никону Белый куколь Там Сундук золота Потом Сначала Его осудили Лишили сана Потом Они утвердили Патриаршество Да За утверждение Патриаршество Да Сначала Сначала Даже не так Сначала За разрешение Избирать Своего Метрополита Вот так Потом За кучу денег За разрешение За автокефалию За патриархию Потом За то Что патриарх Никон Носил Белый куколь Потом Два раза Сто судили Его лишали То потом Его опять Вернули Да еще Много раз Было Они по поводу Без повода Частенько При всех царях Начиная Там Вот Разрушение Константинополя 1453 году И Наверное Где-то До Чуть не Революции Они Постоянно Получали Очень богатые Дары От российских Царей Достаточно Иерусалим Приехать Там В каждом Храме Есть что-то От Русских Царей Начиная Ивана Грозного И заканчивая Николаем Вторым Обязательно Где-то Что-нибудь Дары Есть Вот А еще Было Сколько денег Знаете Содрали еще Когда Петр Первый Выдумал Синод Святейший Это же Никак нельзя Было Вписать Православную Кону Что такое Святейший Синод Такого История Не знала Никогда Он отменил Патриаршество Да Но он Умудрился Дав Кучу денег Константинопольскому Патриарху И пришло Ну вот Вообще Сказка Про Белого Бычка Что вот Мы признаем Этот Священный Синод Нашим Собратом Да И там Его решение И прочее Все остальное В общем Все зависит От количества Денег От оплаты Зависит Вот Мы затронули Такие два Исторически важных Аспекта И почему Наши не поехали Туда Потому что Нам это Неинтересно Мы хотим Быть первыми А выяснение Там всякой ерунды Не имеет никакого Значения Ну и что еще Собор Вопрос поднялки Вопрос Мне очень понравился Один пункт Наконец-то Наконец-то Через две тысячи лет Попы поняли Что Чтобы не быть Высмеянными Не надо Спорить с наукой Уже смеялись Над нами И там По поводу Абортов И по поводу Там что Земля не в ту сторону Вертится И по поводу Каких-то там Идиотских решений О том Что из грязи Могут заводиться Мыши Рождаться И прочее Все остальное Из грязных тряпок И причем Таким Мне все больше всего Нравится Как казанский архиерей Когда Кто-то ему Пожаловался Что В анатомическом музее Находится много Уродцев В банках Он приказал Он приказал Какой-то день После литургии Собралась толпа Народу И они Эти все банки С разными Жабами И с Человеческими Останками И с животными Останками Уложили в гробы Отпели Это все дело И похоронили На кладбище В каком Вале Это 1817 И там еще После Наполеона Понятно Сразу после Наполеоновские времена Начало Общих 19 века И получается Что Ну такие позорные вещи Они всегда нас сопровождали И наконец Попы это поняли И поэтому Сейчас на соборе Принято было такое решение Что Церковь православная Не вмешивается И не дает Своих суждений По научным открытиям Единственное замечание Сделали Что Ну те Которые Отлучают людей Открытия От совести Вот Могут привести К убийствам людей Ну то есть Допустим Создание таких Оружия Там страшного Еще что-нибудь Это не может являться Моральным Духовным Что это нехорошо От этого надо Да Этого нужно избегать И с этим нужно бороться То что приносит вред Людям И вред Духовности Ну и всякая остальная Шалабуда О том что мы Обращаемся Ко всему миру Что мы Призываем молодежь Что мы свидетельствуем Вместе Ну знаете Как вот Этот самый Партийный съезд Вот я Как и все Мои товарищи Вот это все Что было Все вопросы Которые были На этом вопросе Все было решено Поэтому главная идея была Кто будет первый сидеть И это было самое Оно выражено Сразу Там написано Первые строки Что вот это вот Вселенский собор Не Вселенский А Ну всемирный Православный собор Который собрал Константинопольский Патриарх В единомыслии С другими там Предстоятелями Вот это было Вот ради этого Все это и собиралось Ради этой фразы А как же А в конце еще дописали Что теперь это Постоянный будет И он Теперь может Когда хочет Тогда и собирать Все вот это вот ради Он выиграл на этом Только Константинопольский Патриарх Ничего Ни какие духовные вопросы Не может дальше Будут что-то решать Но вот на данный момент Была только Вот эта главная идея Закрепить за ним Право Собирать Когда он хочет Созывать Как бы Вот как делали императоры Созывать Вот эти Вселенский собор Но это неправда Потому что Не Варфоломей Созвал этот Вселенский собор Это все вранье На самом деле Созвал этот Вселенский собор Вот это что сейчас прошло Всемирное православное Это вот съезд Собрал Иосиф Иосиф Иссарионович Сталин Это его идея Вы можете себе представить Из могилы Давным Он таки его собрал Этот собор Потому что Это была его идея Вы можете представить себе 48-го года Да 48-го года После того как Избрали патриарха Алексея Ну там в 43-м году Вы помните Восстановили Патриаршество Избрали Сергия Старогородского Вот это знамятое совещание Со Сталиным И прочее Все остальное Сталин им сразу сказал Еще тогда В 43-м году Что после войны Можно Собирайте всех Православных патриархов В Москве Это была идея Сталина И потом Когда патриарх Алексей Первый Транслировал эту Идею Патриарху Афиногору Афиногор был Очень такой Ярый экуминист Он встретился С Папой Римский Первый Там и прочее Все остальное И вот патриарх Алексей Предложил эту идею Афиногору Афиногор Это константинопольский Патриарх 60-х годов 50-х 60-х годов И он как раз В 60-х По-моему Не помню В каком-то Первом 62-м году Встретился с римским Папой Первый Афиногор Да С 50-х годов Получается С 58-го И шла подготовка К этому собору Начались всякие Православные совещания По сбору Но сюда не решились Они ехать Патриарх Алексей Разослал приглашение Пимен Это было все Опять храмы стали закрывать И прочее Все остальное А вот Где-то до 58-го До 60-го Пока Гагарин В космос не полетел Вот после Гагарина Особенно Начались гонения На церковников А вот до этого времени Была эта идея Прямо висела в воздухе Больше того Патриарх Алексей Разослал приглашение На это Ну то есть Решить вопрос Съездом в Москве Хотя бы По крайней мере Допустим Первых пяти Предстоятелей Константинополя Александрийского Антиохийского Потом Иерусалимского И Московского Хотя бы Самых древних Церквей Хотя бы Пяти первых Но они испугались Потому что Они поняли Что можно въехать И не выехать То есть Они боялись Того Что можно было Остаться на территории Советского Союза Заседать постоянно Ну В те времена Это было неудивительно Потому что После войны И после всего Вот этих событий Просто боялись Можно маленькую Тогда историческую Справочку Дело в том Что они не просто Так боялись Потому что Когда утверждали У нас патриаршество При Федоре Ивановиче С помощью Бориса Годунова Как говорит наш известный Аналитик Андрей Ильич Фурсов Аналитик и историк Что Патриарха Константинопольского Иеремия По-моему Иеремия Иеремия Его Годунов так Маленечко тут Подзадержал Да и долго И долго Выматывал Из него Вот это Согласие И Благословение Практически Нажимом Вот так вот Ну потом Измором Измором Самым Это так и на измор Самый настоящий Измором Борис Годунов Больше Поэтому Действительно Так и есть И Вот эта Идея Сталинская О том Чтобы это в России Но Сейчас наши Не решились Да и Константинопольский Патриарх Бы не решился И в общем Согласились На Крите Это все сделать Чтобы это было Как бы Ну Не на чей особо Территория Нейтральная Ну а сейчас Начинается Сейчас многие Архиереи Отказались От своих подписей Да Сказали Мы не подписали Там Собор Черногорский Архиереи Потом Какой-то там еще Ну я читал Которых я читаю Несколько человек Точно уже Потом Собрание Целое духовенство Греческих Священников Вообще Отвергло Назвало Это неправомочным Все это Подписание Знаете почему Потому что Греки В 70-х годах Очень сильно Разругались Константинопольским Патриархом До такой степени Что они теперь Как бы Самостоятельное решение Принимают То есть Они вышли Из Константинопольского Патриарха Резеридикции Его Ну как бы Будем умы Говорить Священников И Православной Общественности И прочее 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 Не в этом Не в этом Соборе Не в встрече Решения Встречи С Папой Пахальной Которая На самом деле Не стоит Уеденного Яиц Кролупы От яйца Не принимали Решения Люди Людей боятся Поэтому Теперь надо Просто сказать Что Церковь Это Собрание Епископов Все Все остальные Формулировки Можно Знаете Ну С бубном Попрыгать Вокруг Костра Конечно Но на самом деле Нечего себя Обманывать Вот оно Так и есть Ни к православным Священникам Ни к православному Народу Это не имеет Никакого отношения Его боятся Считают Что он тупой Дурной Не поймет Примет Неправильное Решение И поэтому В это дело Не вмешивают Решили Не беспокоить Чтобы не Могли Спокойно Есть И спать Не уносить Смутовым Ну и поэтому Это Является Действительно Не церковным Решением Поскольку Роль архиереев Чересчур Завышается Чрезмерно Завышается Роль Эпископов А роль Значит Священникам Отводится Роль Рабов А Прихожанам Роль Покупателей Свечек Где финансисты Деньги Приношения Все Все А решает Только Архиереи Которые Да Плевали Глубоко Высоко Как это К сожалению Сегодня Ярко Видно Известный Проповедник Которого Показывают На всех Каналах Дмитрий Смирнов Самый Наглый Поп Он Прямо Так И Сказал Что Приходите Платите Больше Вы Ничего Не Конечно И Это Вы Получите Царство Небед Господь Восторг Наградит Индульгенцию Пока Не Ну Вот Еще Один Еще Некоторые Моменты Такие Вот Важные Которые Мы Сейчас Можем Наблюдать Дело В том Что Никакого Единения Вот Это Прошествие Под Названием Собор Оно Никому Ничего Не Принесло И Не Могло Изначально Принести Я Еще Забыл Там Еще Был Затронут Вопрос Брака Что Брак Это Священное И Является Таинством Благодатью Божией И так Далее И так Это Еще Был Вопрос Хотя Вопрос На самом Деле Должен Был Другого Коснуться Как Быть И Как Венчать Людей Разных Вер Вот В Италии Например Очень Много Когда Женятся Православные Католики И Что Делать Говорить Людям Что Они Разводились Или Лишать Да Или Ты Принимаешь Нашу Православную Веру Или Мы Тебя Тут Загубим Либо Как Быть Если Люди Уже Живут Давным Давно Что С ними Дети Внуки Правнуки Как Это С Точке Зрения Церковной Но Опять Это Все Замолчали Много Потерпел Из-за Этого Женихи Их Не Соглашались Выходить Из Лютеранства И Принимать Православие Старых Девок Или Умирали От Скуки Правильно Помните Знаменитый Роман Лажечников Басурман Посвященный Этому Поэтому Этот Момент Был Затронут А Также Еще Конечно Важный Момент Очень То Что Наши Это Сделали Как Всегда С Таким Я Не Знаю Это Должна Заниматься Этим Иерусалинская Церковь С Еврейским Таким Приветом Но Наши Сделали Почему Наши Сделали Еврейский Вариант Такой Зачем То Приехали Январе И Дали На Все Своё Согласие А В Последний Момент После Этого Иларион Все Расписал Все Сказал По Вот Мы Не Будем Ничего Такого Вот Вот Только Это Только Это И Потом Вдруг Раз Да В последний Момент Взяли И Не Поехали Хотя Можно Было И С Первого Раза Не Начинать Зачем Это Все Было И Мотивируя Это Тем Что Вот Сербы Не Поехали А Сербы Взяли И Поехали И Болгары И Болгары Да А Те Взяли И Поехали И Поэтому Ну В общем Это Что Тут Не То Я Про Что И Говорю Ну Мы С Вами Обсудили Главная Была Роль Кто Первый Сидеть Будет Поэтому Вот Эта И Вещь Она Послужила Всем Этим Двигателем Всех Этих Событий Возможно Там Еще Политика Сыграла Не Последнюю Роль Все Отношения С Турцией Возможно Тут Даже И Повлияли Потому Что Давать Вот Такое Усиление Константинополю Стамбулу Ну Это Как Наш Отсутствие Ничего Не Значит Нелогично Наше Отсутствие Ничего Не Значит Сейчас Весь Мир Делает Вид Что Россия Ничего А Как Можно Иначе Поступить Что Мы Теперь Будем Кричать Что Они Плохие Нет Какие Действия Мы Предприняем Устроим Очередной Раскол Мы Разделимся Со всей Этой Компанией Если Решение Этого Собора Не Понравилось Б Половине Православных Людей По крайней Мере Тех Которые Сказали То есть Мы Поняли Что Это Еретические Докет О Чем Речь Непонятно Зачем Это Вся Была Заварушка Но Только Единственный Вариант Это Константинопольский Патриарх Получил Что Он Хотел Ну А Мы То Что Мы Там Не Нужны Это Понятно Непонятно Вообще Зачем Экуменические Устремления Еще Один Важный Момент Дело В том Что Вот Мы Теперь Пойдем С точки Зрения Науки Если Мы Будем Думать О Что Господь Бог Освещает Каждого Из Этих Часто Зачастую Сумасшедших Архиереев То Это Будет Антинаучно Что Дух Святой В них Присутствует И Направляет Я Видел Как Дух Святой Направляет Таким Безбожным Делам Что Вообще Тушите Свет И Это Не Дух Святой Тушить Направляет Так Вот Идея Простая Чем Сильнее Церковь Срастается С властью Чем Она Больше Себя Мнит Государственной Чем Она Больше Себя Мнит Духовной Вдохновительницей Народных Масс Что Происходит Государство Это Машина Насилия Как Бы Мы Этого Не Хотели Это Все Равно Машина Насилия Для Того Чтобы Обеспечивать Интересы Народа На Определенной Территории Нужно Налоги Нужно В армию Забирать Людей Который Будет Давить Людей Так Или Иначе Подавление Абсолютно А еще То Рыбейте Рыжего Это Вообще Идея Самая Главная Потому Что Под шумок Можно Продолжить Свои Темные Делишки Пока Бьют Рыжего А потом Уже Разберемся Это Как Я Смею Сейчас Последнее Время Мне Больше Сего Смешит Вот Эта История С Футболистами С Нашими В Монако Вот Давайте Задумаемся Вот Допустим Аналог В истории Что такое Футболисты Ну Что Это Такое Патриархи Борис Годунов Что Это Ну Что Это Такое С Комарохи А Еще Знаете Лучше Всего Что Будет Гладиаторы В Колизии Ну Да Это Ближе Что Делали Гладиаторы После Драки Это Самое На Колизее Они Что Стихи Писали Да Они Шли В бордели Нет Им Женщин Привозили Да И Причем Утром Вывозили Трупы После Драк Бордели И Пьянки Чего Можно Отхотеть От Двух Футболистов Что Они Не Такие Патриоты Очень Много От них Хотели Я Помните Я Не Помню Рассказывал Вам Мужик Был Минеролог То есть Минералы Гранит Кобальт Базальты Слюда Горные породы Горный инженер Который Создал Французскую Минерологию То есть Описание Горных Пород Он Был Человек От Науки Очень И Не От Мира То есть Если бы Его там Жена Не Кормила Он Наверное С голоду Умер Вы знаете Как Есть Такие Люди Которые Все Над Книжечками Да Над Камушками А Себе Штаны Не Постирают Мана Это Не Хватает И Вот Получилось Так Что Был Очень Знаменитый Человек И Очень Такой Доброго Хорошего Нрава Хороший Человек И Получилось Так Что По Ложному Доносу Его Вдруг Осудили Это Во Великой Французской Рю При Робеспьере Нельзя Что Да Еле Тине Причем Знаете По Какой Формулировке За То Что Он Недостаточно Ненавидел Королевскую Власть Очень Похоже Мера Самое Смешное Знаете Было В конце Его Какой-то Друг Был В конвенте И Он Сумел Его Отбить То Есть Ну Провели Заседание Вот Этого Конвента И Казнь Эту Смертную Отменили Друга Потом Не Казнили И Они Он Пир Он Писал Вот Эти Вот Он Так Как Был Очень Грамотный Человек Он Писал Вот Эти Первые Конституции Привлекли Этого Минеролога К тому Что Он Писал Ему Даже Награду Дали Потом В конце Концов За то Что Он Так Помог Помогал И Вот Приблизилось Время Суд Казни Людовика 16 То Есть Там Было Долго Его Полгода Этого Людовика Туда Сюда Возили Судили И Когда Его Казнили Людовика Этот Присутствовал И Он Осторожно Осторожно Наклонился К своему Другу И Сказал Извините А это Кто Такой Он Даже Не Знал Кто Король Во Франции Можете Человек Не Знал И Ему Сказал А Это Тот Человек Которого Я Недостаточно Ненавидел Вот Смех Вот То Что Мы Сейчас С вами Говорили То же Самое Вот Недостаточная Любовь Или Недостаточная Ненависть Еще Не Определяет Внутреннюю свободу Человека А у нас Это пытаются Человека Лишить Не Дай Бог Кто Будет Навязывать Свою Волю Для Того Чтобы Люди Свою Вот Это Данное Божественное Сознание Богом Свободу Свободу Мысли Направляли В чьих Интересах Вот В чьих Интересах А так И получается И что Получилось Дальше А государство Оно Не может Без Этого Ему Нужны Налоги Ему Нужна Армия И против Все остальное Да А когда Церковь Не сама По себе А когда Она Либо является Вообще Государственной Либо Она Претендует На вот этот Государственный Статус То Естественно В нее Приходят Государственные Люди То есть Ней начинают Руководить Люди Государевые И Она Действует Государственными Методами Еще в более Жестокой Степени Чморить Сначала Своих А потом Еще и Народ Свой Знаете По какой Причине Потому что Делает Она Это Ради Бога И Ради Добра Сейчас Последние Научные Открытия Показали Что Человек Который Получает Власть У него Происходят Внутренние Органические Изменения Головного Мозга И Получается Что Себя Убедить В том Что Я делаю Ради Христа Очень Легко Это Пример Тут Даже Мои Слова Неоспоримы Пример Ислам Себя Очень Легко Убедить Взорвать Бомбу И Убедить Что Это Аллаху Нужно Почему Если Можно Так Убедить Себя Что Это Аллаху Нужно Что Нельзя Убедить Что Это Нужно Христу Делать То же Самое И Уже Сама Церковь Сама Грабит И душит Своих Людей Ради Добра Ради Добра Религиозный Фанатизм Перемешавшийся С Властными Устрелями Патриоты Всякие Государ Такая Черносотенность Ну не Черносотенность А вот Именно Такой Дутый Патриотизм Знаете Как Сказать Крикливо Базарный Такой Патриотизм Скандальный Это На Каждом Шагу И Он Дает Много Очков Политических Там Поорал Где-то Все Тебя Заметили И Вот Второй Момент Важный Это То Что В Действительности Ну Если Взять Вот Символ Веры И Если Взять Древние Какие-то Постановления Соборов То Вот Эта Нынешняя Заварушка Она Не имеет Отношения Ни к Церкви Ни к Богу Вообще Потому Что Она Совершенно Другие Интересы Преследует Совершенно Другие Цели Которых Она И Добилась Это Власть И Кто Первый Будет Сидеть Последний Вопрос По Нашей Теме А Как Наша Украинская Метрополия И Автокефалия Там Чувствовал На Соборе Они Были Дело В том Что Может Они Присутствовали Но Они Не Поднимали Вопрос Там Присутствовал Просто В составе Русской Делегации Присутствовали Представители От Украинской Православной Да Там Например Метрополит Агафангел Там И Прочее Но Это Люди Которые Были Просто Внесены В Списки Они Ж Не Поехали Вопрос Такого Не Стоит Нет Они Ж Не Поехали Туда Они Были Люди Были Архиереи Украинской Православной Церкви Но Они Наши Все Не Поехали Они Не Поехали А В состав Они Были Внесены Украинской Православной Церкви Ну Которые Списки Были Там Был И Наш Емельянов Кураев Над ним Посмеялся Сказал Емельянов Очень Грамотный Человек И Будет Греческие Тексты С листа Переводить Переводчики Не Нужны А Знаете Почему Посмеялся Потому Что Он Защищал Кандидатскую По Византийской Литературе Он Будет Тексты Греческие Переводители Кто Такой Емельянов Поясните Главный Поп Наш Новосибирский А Господи Отец Тихон Вот Такой Вот Момент Метрополит Новосибирский Бердский Да Ну И В этом Процессе Вот Когда Самоубежденность Вот Такая Видно Что Все Из Большинства Всех Приехавших Делегаций Каждая В Своей Самоубежденности Осталось При своем Мнении Осталось При своем Мнении Вот И Вот Все Что Решилось Я Не Знаю Мне Кажется Что Это Цветочки Потому Что Подготовили Для Ягода К Почву Скопали Колеровали Удобрили Землю А Теперь Дальше Что Будет Почему Потому Что То Что Нужно Было Получили Константинопольские Патриарх Получил Право Созывать Вот Эти Соборы Все Таки Получил Конечно Подписали Да Отказались Но Все равно Большое Большое Можно Всегда Сослаться Что Прецедент Пожалуйста Но И То Что Он Как Бывает Право На Председательство То Что Он Первый Вот И Все Это Такое Папство Стремление К Православному Папство Папство Спасибо 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 Для информации Большое Спасибо Ну Это Чисто Чисто Без Эмоций Чисто Исторический Такой Подход Справка Такая Поэтому Благодарим Наших Зрителей И Дай Бог Всем Здоровья Здравомыслия Во всем Здравого Здравого Смысла Не Зашоренного Фанатическими Или Какими-то Ложными Мыслями Пусть Будет Как Бог Просветит Разум И даст Светлый Разум На этом Заканчиваем